Звонил парень, по-моему, Володя, с Украины, и спрашивал у вас, как можно прокомментировать ситуацию в стране на Украине и какие выходы из положения. Вы, в свою очередь, предложили Беркуту встать на колени, просить прощения и в противоположной стороне проповедовать Слово Божие и раздавать Евангелие. Вот. Господь предложил не метать бисер перед свиньями. Кому-то можно было говорить о Боге, если весь Майдан был опоен чаем с наркотиками. Христос сказал фразу, ставшую впоследствии лозунгом «Взявший меч от меча и погибнет». Эти слова можно принять так, что с обеих сторон предполагается вооружение тем, кому пришли с мечом, готовы были мечом ответить. Александр Невский не раздавал в Евангелии врагу. Он собрал свою дружину, решил все вопросы. От меча погибли те, кто с мечами пришли. Вот как-то так. Ну вот, сначала первая-вторая сторона, а потом уж к Александру поедем. Считает, что оружие на той стороне, которая против митингующих. Ведь обстановка-то часто выглядит не так. Это все спланированная, четкая организация. Они знали, что если будут просто жечь покрышки, бросать зажигательной смесью, это может не тронуть, как-то выдержат. Поэтому они заранее наняли, привезли сюда. Речь идет не о двух, не о трех сегодня уже речь идет. О сотнях снайперах и тысячах боевиков, которые с юга, тысячах. Нужна кровь. И тогда те ответят кровью. Они не будут дальше. Если бы там были верующие, тут погибают, а все равно продолжали молиться, как Андрея Стратилата. Это 2896 воинов. Они все встали на колени. Воины, храбрые. Не стал сопротивляться, уверовали. А эти вчерашние их товарищи, с кем воевали, они, говорит, как листья, посекали им голову. И все канонизированные, все в церкви. Так и здесь. Говорить о том, что эти заранее, как говорится, априори уже были обречены, ничего нельзя говорить-то. Эти безоружные были, они вооруженные были. Они уже захватывали арсеналы. В одном арсенале сразу полторы тысячи автоматов захватили только. Тех, которые вышли на Майдан. Которые протестовали против власти. Захвачены были очень большие единицы оружия. Там на готове стояло будь здоров сколько. Да, власть могла, если бы, ну, так было, как у Франка, там, я уж не говорю, где ты раз Сталин, в один день бы смели, Наполеон. Вывел пушки, раздолбал эти все, сверху долбанули, там этими ракетами пролетели, ни одного бы не осталось нигде. Но! Его нужно было представить Януковича именно таким кровожадным вампиром. Он не знал, что делать, он зажат. А что ему делать, ничего. Сложить все, выйти перед народом, встать на колени, покаяться. Колени, главное оружие не было взято. А мы враг не сдается, а мы поставим, уничтожим. Ты его уничтожает, Горький. Это его афоризм был. Так что здесь говорить о вооруженном, нужно заранее сказать, что эти выходили на Майдан, они сидели в кабинетах в Америке, не здесь. Они проиграли все варианты. А если он сейчас согласится, Янукович, ну, на время, а потом мы его все равно уберем через неделю. А если не согласится, продолжайте дальше. Дальше захватывайте здание, жгите. А дальше избивайте администрацию. Милиционеры выходят, уже убили двоих сразу. А они все рассчитали. Но единственный, который ход они не просчитывают, это в духе святом ответ. Они не знают этого. Ударят в одну щеку. Ну что, да что вы мне ставите? Кто я такой, чтобы выдерживать? Я дам, говорит, все зубы не соберет. А вот подставь вторую щеку. Этого-то не было сделано-то. Не было. И дальше уже пошло по сценарию, который те разработали. Я лично сам в жизни своей встречался не раз, когда люди заранее прорабатывали операцию. Как это сделать? Мне подкинули записки. Тебе не жить. За то, что я занимался с их детьми, которые преступники ловил, когда грабили вагоны, а мне... Ну, а я с детьми занимался. Но Господь сделал так, что их сердца все расположились. Я едва проснулся, а они у меня уже в коридоре стоят. С мой рост, примерно, ящиков с виноградом поднатащили, а мы вам принесли виноград. Вы с нами еще поговорите, что вчера нам читали из этой книжки. Я в жизни своей встречался. Самое мощное оружие – это Евангелие – Христос Дух Святой. Все в этом заключается. Ну, а для этого он уже смиренно-мудрый. А его не было. А я боялся. Боялся – сиди дома, молись. Объяви пост и молитву. Не было сделано ничего для того, чтобы потушить это. А вот мы сделаем, уберем его. Ну, убрали его. А мы его поймаем. Не поймали. Уже Россия отдала ему убежище. Януковичу. Все закончило. Вот смотри. Империя зла, империя лжи. Гитлер сидит. У него прекрасные генералы. Такие умницы. Они рассуждают. Только стоит пойти. Вся Россия поднимется против Сталина. Его гнета. Раскулащивали. Там обиженных миллионы. Миллионы. Там защищать некому будет. И Гитлер решил, что действительно так. Это колос на глиняных ногах. Он ударит только по ногам и все рухнет. Рухнуло. Представляю, какие реляции поступали. Когда в день пошли по 60-70 километров. Две недели Минск уже пал. К осени стоят под Москвой. Это вещь невиданная. Сталин потом будет разбирать после войны еще, как это так получилось. Об этом говорит только Виктор Резун. Резун. Он сейчас идет, как Виктор Суворов подписывается. Самый лучший политик сегодня. Самый лучший историк. И он говорит, что Сталин готовился воевать на той территории. Это все доказано сегодня уже. И поэтому все войска были потянуты туда. Но не подготовлены. Он опередил его на две недели Гитлеру. У Гитлера выхода не было никакого, как только напасть. Не то, что вероломное. Он все рассудил, какое время он в состоянии с колдунами, со всеми знался. Не от Бога это. И поэтому империя зла и лжи, советский конгломерат, остался в целости. Но придет полупьяный правитель, на его, говорится, лицо-то посмотри, это тюремный начальник-то. Ну, как? Он глядит, как совершенно спившаяся креатура. Ну, вот в Беловеческой пусть все собрались, подписали. Утром встали, никакого Советского Союза нету. Гитлер таких даже в глаза не видал. А это правитель целой страны. Ни одного танка, ни одного выстрела нету. И позорно проиграли. 18 миллионов такой армии вместе со Сталином у Гитлера не было. Коммунистов. Это какая армия сплощенная была? В один день, в одну ночь подписал пьяный дядя Боря, Боров. И все кончилось. Почему? Наступил момент смениться. Надо уметь ждать. Когда спрашивали Кутузова, вам могли обойтись без Бородинского сражения? Говорит, царь настоял. У нас, говорит, главное оружие было отсидеться и ждать. Наполеон перемрет здесь. Он остался один. Ничего нет. А чем в пустой Москве будет идти-то? У него солдаты погибают. И он пошел назад, бросил армию, и армия-то пропала вся. 600 тысяч. В то время это громаднейшая армия была. И все погибло. Ждать надо уметь было. Ждать не хотели. А сколько ждать? 70 лет. А почему-то на 72 было. Ну, не исправились. Бог два года добавил. Господь говорит, да будет 120 перед потопом. 120. А почему потоп начался через 100 лет? Потому что нет исправления, и Бог обрезал. Объяснение-то дает. Не кто-то, а Виссарион. Определенный это епископ. Надо уметь ждать. И здесь они не хотели. А мы уберем этого разбойника Януковича, Виктора. А ничего другого-то не будет. Это не божий путь, которым они пошли. Единственное, они уже дальше заплутались. Теперь уже не знают, кто кому отомщать будет. Они сейчас ищут виновных, вылавливают. Жертвует море. Сейчас они все переводят на территорию России. Боевики сюда все стягиваются. Где? Воронежская область. Не забывай. Ростовская. Ставрополь. Вот здесь будет полыхать. Ну, то есть власть применит более мощное оружие. Вместе с гражданским населением начнут сметать. А Америка в это время в Севере там проводит свои учения, претендует на весь Север. А почему вам Север принадлежит? Там богатство громадное на дне лежит. А может быть по-другому? Не может. Покаяния-то никакого нет. Где вы видите покаяние сегодня? У Путина? Это маленький человечек, маленький ростом. Человек, у которого совесть все искорежена этой системой, в которой находился КГБ. Но другого нет. За него надо только молиться. Не воевать против него. По крайней мере, стабильно сегодня мы встаем утром. В магазинах можно что-то купить. Мы едем по стране. Сейчас у них такая задача свалить Путина. Вот этого делать абсолютно нельзя. За него можно только молиться. Да, он не такой. Собянина поставил. Молчун хороший. Разводится с женой. Путин развелся, и он разводится. Скажите, система какая? Шварц-Энергер. Почему? А у них задача стоит. Все, чтобы были порочные. Может, это все фиктивные разводы? Никакого Абрамовича. Специально перед людьми показать. Вот они какие. А почему там Рабин, другие не разводятся? Не разводятся. У него официально, если разрешено, у Анвара Садата было бы у другого. Вот у Арафата четыре жены. Он француженку берет, какая она журналистка. Она принимает исламу, пожалуйста. У него нарушения нет. Нет нарушений. Он 200 раз женится. Лишь бы не больше четырех было сразу. Здесь все ограничивали себя христианскими правилами. И поэтому саркази все разводятся, разводятся. Этого поймали там со своей Моникой. Замотался мир. А что нужно? Спрашивают. Жить свято. А как тогда правителю поступать? Никак. Правитель не может быть верующим. Не может. Вообразить нельзя, чтобы на Украине был царем Петр I. Он допустил бы такое. Или Иван Грозный. Да он бы не оставил ничего абсолютно от этих. В помине бы не было. Он к утру всех перевешал, пережег и все. Да разве это по-христиански было? Не по-христиански. И я к этому не призываю. Я говорю. Вы уходите как безбожники. С ними борьба на другом уровне должна вестись. Только после молитвы. Это выходят демоны в человеческом обличье. А почему? Читай житие святого Иринарха Ростовского. Когда ляхи по России там захватывали. И он говорит, пришли бесы в человеческом образе. Житие святых называют их. Я когда в Америке говорил, выступал там. И сказал так. Так ко мне подошли. Говорят, а на вас обиделись. Я говорю, а кто? А поляки? Я говорю, а почему? Так а вы сказали? Так что я сказал? Что они демоны? Так это не об них сказал. И не я сказал. А Иринарх, ростовский чудотворец, которого канонизировала церковь. Что вы придираетесь-то? Нужно говорить так, как есть. Если ты боишься, замолкни, сиди. А вот он мог сказать по-другому. Не может патриарх по-другому сказать. Они связаны с системой. Это на меня кто-то выходит. Я с чем-то не согласен, с Игнатием. У меня возражения есть. Я знаю почему. Страх обуял все. А где страх, там мучения. Где страх, боишься, там Господа не может быть. Он не имеет дела с трусливым, потому что участь боязливых в озере огненном. Ты говори так, как повелевает Дух Святой. И вот тогда будем мы одинаковы с тобой. А я не согласен, я не совсем согласен. Я что могу сказать? Ты со мной вместе поживи одну неделю. Тебе больше ничего не надо. Ровно одну неделю у меня со мной здесь живи. Вместе вставать будем. Ночью, днем. Есть, пить, ходить. Все вместе. И через неделю тебе ничего не оставится. Ты или с ума сойдешь, или будешь такой же, как я. Как мусульмане сказали. Раз в десять будем вставать на молитву днем. Что? Не подходит? А то они гундят там где-то. Я не согласен. По слову Божию. Во свете Библии. Давай суди, что я сказал. Ну так же нельзя. Это максимализм. Это фанатизм. Еще что можешь сказать. Ну а люди, которые трудятся, бегают, получают первое место на стадионе. Это фанатики или нет? Ну, представьте, однажды швед получает шесть золотых медалей на льду. Шесть. И когда тут начался разгром, когда вернулись они, ничего не получили. Ну а как же его называют, стендборг-то получил, советские спортсмены говорят. Они говорили, ветер встречный дул, лед не такая температура была, он не был гладкий. Ну он-то по этому льду бежал. Так ему, говорят, хоть из наждачной бумаги сделан будет той же скорости. Почему? Так он, говорят, 16 часов со стадиона не уходит. Вот и все. Почему Нейл Армстронг первый астронавт был на Луне, а не другие? Их было много там. Их тоже спросили. Как его избрали-то? Почему? Потому что он, говорят, 16 часов с тренажера не уходил. Он прорабатывал такие операции, которые у нас не предусмотрены. А если модуль будет садиться, и вдруг окажется, что там камни, надо было быстро передвинуть рычаги, взять на себя управление, поднять. И это должно было занять не больше полторы минуты, иначе подняться уже ресурсов не будет. Именно такая обстановка и была. И он спас всю экспедицию. Вот здесь-то никто не тренировался, не проигрывал. А если бы проигрывали, то все эти попы, они бы заранее сказали, так, на Майдан выйти могут. Там в Америке проигрывают, они спят. Да, выйдут. Молодежь пойдет, да, молодежь. Будут стрелять, да, будут стрелять. Потому что власти не пойдут на уступки. Те с той стороны тогда будут стрелять. Не Януковичи стреляют-то. А именно те, которые наняты этими, которые вышли на Майдан-то. А у того свои варианты прорабатываются, только акт насилия. Кровь пошла-пошла. Ну, это могли проработать сначала-то священники, патриархов-то. Сколько на Украине набралось-то? Филаретов разных набрали-то. Владимиров-то. Ну, могли они собраться все, Августины? Ничего этого не было. А вот как идет, так идет. По уголькам будем ступать. Профессионал должен идти вперед на несколько шагов. А как вы это знаете? Ничего я не знаю. В первую очередь, я должен был сказать, что я ничего не знаю. Я доверяюсь Богу. И вы заранее знаете, заранее могу сказать. В любой ситуации. Заранее. Почему? А одно и то же. Пост и молитвы. Подставь вторую щеку. Вложи меч твой в ножны. Взявший меч от меча погибнет. Так они на всех погубят. Ну, значит, Божья воля такая. Вот как надо поступать было. Божью волю надо знать. А Божья воля, говорит, нет его, говорит, воли той, чтобы погиб один из них. А их миллионы гибнет. А вот сейчас придут там мусульмане. Сейчас их там набирается уже. Ведь речь идет не о двух, не о трех, а сотни тысяч. Сколько их туда наплывет на юг? На Воронеж. И проще принять. Принять, ворота открыть. А как ты узнал? У порока Иеремии. Открывайте ворота и идите в плен. А, так ты предатель. Ты такой. А остальное ваше. Вот это вы говорите. Порока Иеремию также назвали предателем. И бросили в ров с грязью. Вы сейчас меня поливаете грязью. Потому что вы решили идти до конца ложным путем. Это я им каждому скажу. Ложным путем. Истинный путь только во Христе. Христос говорит, не могу ли я 12 легионов сейчас вызвать ангелов? Да один ангел, один явился под Иерусалимом. И 185 тысяч мертвых к утру были. А 185 тысяч, это тогда, притом население, это была громадная армия, оккупировавшая Израиль. Все встал, никого нету. Только домой иди, трупы собирай, хорони. И ужас навел на них. И все отступили. Конечно, объясняли эпидемией, СПИДом, чем угодно. Холерой, тифозными вшами. Ангел Господень, написано, вышел ночью. А он насмехался. А, да, для войны нужна армия. Что в рабцах когда стоял? Я вас заставлю свою мощу пить. Вот что с вами будет. И он только одно принес перед Господом и сказал, Господи, язык это говорит, посмотри, как он поносит народ твой. Пророк сразу сказал, стрела не упадет в город, и нога ни одна солдата не ступит. А как? Не знаем как, но Бог оповестит. А в это время там за станом прокаженные. Вы знаете, как они рассуждали. Куда идти? В городе смерть. Пойдем к врагам, а может накормят. Пошли к врагам. Умереть, так умрем. Это прокаженные судят. И друг подходит. Подходит, везде валяется, сумки, мешки, нигде никого нету. Поели, спрятали, что могли, потом думает, плохо дело. Это завтра узнает, так что будет. Тогда пошли, ворота стали стучать. Там никого нет. А у царя, он знает, это они спрятались в кусты, а мы выйдем, они тогда бросятся в город. И царь там было, четыре лошади направил. Давайте маленько выпустим и сразу запремся. Пусть они нагрузят, может действительно никого нету. И оказалось, прошли еще 18 километров. К примеру, и везде все брошенное, а они бежали без оглядки, оставшиеся. А почему? Что спрашивать, почему? Там Бог. Одних уничтожает, другие бегут. А на третьих бросает камни с неба, и погибло больше, чем от оружия. А в четвертых лес погубил. Море поднялось, разбило корабли. Вот что есть. У Бога все есть. Доверься Богу. Ты встал, чистое поприще, никого нету. У меня сколько было врагов? На одного человека даже достаточно. 15 краевых комиссий в течение 2-2 месяцев с половиной. Краевых. А вот, ну, я считаю, что утопающим поздно уже плавать, учить, когда он уже тонет-то. Вот, сейчас-то уже нужно другие вопросы решать. Вы считаете, Господь не благословит защитить землю свою людей, да? Разве не будет благословения Господа на них? Надо учить людей. Написано там, где Тува. Проходили миссионеры и учили их. А как они учили? Его спрашивают. Я крестился теперь, тебя меня... Теперь меня Коля звать. Коля. Коля. А там Кытын. Кытын теперь Коля. Коля. И теперь... А теперь я верю. Ну, а кто Бог? Бог называет там Иртильтель. Это свой Бог. Никола Бог. Богородица Бог. Ему, говорит, старобрядца рассказывает. Его где-то волной шибло. Он плыл. И там где-то на валун среди реки-то он захватился и кричит. Бог Никола, помоги мне. О, какие верующие были. Так неужели-то не говорится, что Бог Никола? Это не Бог Никола. А вы смеетесь. Так он уверовал. А во что он уверовал-то? Ваши предрассудки. И здесь сегодня надо людям научить дать живого Христа рассказать. А вот и ситуация. Для Бога нет никаких ситуаций. А вот такая верста. Верста последней. На последнем метре, когда Златоуст говорит, что страна над пропастью свесила голову, пропасть, а ущелье, и голова висит. Какой выхода? Никакого нет. Но отползай помаленьку. Помаленьку. Отползи маленько, чтобы голова была хотя бы здесь, на земле. И дальше покаяние. Всенародное покаяние. И царь объявил пост. Неневия погибает. А пророку Бог сказал, еще 40 дней Неневия погибнет. Не погибнет. А почему? Языческий царь дал указание. Ни скотине, ни детям три дня не давать. И все орало, кричало. Не умрете. Открыли тюрьму. Но Златоуст говорит, Бог не на это посмотрел. Хотя это все хорошо. Но, говорит, увидел, что отступили от зла. От зла отступили. И Бог помиловал, она еще стоит 150 лет. Но она все равно погибнет. Приговор Богом вынесен, он должен выполниться. И когда Тови умирал, он все это рассказал. Тотовит сыну. Ты постарайся, сынок, уходить. Если Бог сказал, он все равно погубит ее. Так и было. И он перед смертью услышал, что Неневия пала. А взять Неневию никак невозможно было. Я, когда считаю высота стен, я по сегодняшний день не могу поверить. Неужели это может быть? 100 метров высоты. Да больше 40 не бывает. 100 метров. Так как же так? Ни одна стрела не долетит. Да. И они поэтому никого не боялись. Ну, не знали, что найдется враг, который, как Вавилон, павший Вавилон. Та же самая история. Геннадий, вот завтра объявляют мобилизацию в Барнауле. Я вот вас не считаю стариком. Я считаю вас еще вполне деятельным человеком. Вы, каково ваше поведение будет? Такое же, как сегодня. Почему оно должно быть иным, чем вчера? Нет, завтра мы будем убивать ваших болезней. Бывает, убивать, мы должны приготовиться умереть. Ну, вот убивать, мы должны приготовиться умереть. Вы как-то говорили, человек надо научить болеть. Его нужно научить умирать. Не благословите братьев своих. Умирать со Христом. Куда? Благословлено они все уже. У нас специально есть бланк, на котором, на бланке общины написано, я такой-то православный христианин, я не могу брать в руки оружие и не могу помогать которому. Я могу пойти, у нас не отказывается. Альтернативная служба. А война эта отменена будет. Ну, мы заранее отнесли заявление. Батюшка поставил печать, что это брат ни на отлучение, ни на замечание. Он настоящий христианин. И дальше ссылается на закон, и я могу это всем выставить-то. И у нас братья все это относят. И что интересно, из десятерых, может, только одного в армию берут. А остальных просто списывают, и все. А которые уже служили, они тоже не судят. Они не станут за своих детей, не защитят своих детей, да? Конечно, нет. А как защищать, когда 20 человек с автоматами ворвались? Что, вырывается? Да я защитил, ну, как бы защитил Барнаула? Сегодня ничего не будет. Мы говорим о сегодняшнем времени, если ничего этого не будет. Мобилизовывать некуда. Сверху только одним бабахнут, и все, ничего нет. Тем более, около Барнаула специально ракетные базы стоят. Нас в первую очередь сметут. Знаете, что в воздухе висит Украина, Майданы, это, ладно, дело второстепенное. Но в воздухе висит запах Третьей мировой войны. Вы посмотрите, как сейчас активировались все точки в мире. Это просто, я не знаю, ну, мне кажется, лучшей возможности начать мировую войну не будет больше. Вот. Я думаю, сейчас весь мир встанет против России. Потому что Китай рядом стоит на сто развернутых дивизий, а одна раскинутая дальневосточная, а одна совершенно, говорит, небоеспособная. Вообще с бамбуковыми палками задолбят. Мусульманский мир поднимается, это перерубает Россию. Ее по частям сразу разнесут. И они ничего не понимают. Патриарх баюкает там все с президентом. Плакать надо и молиться. У России шансов никаких нету. И когда выступает об этом не кто-то, а отец Дмитрию, этот, Смирнов, священник, его спрашивают. Ну, отец Дмитрий, неужели никакого шанса нет? Он говорит, давайте, и кое-что разложил. А у меня это подробно, в моих книгах это описано. Ракетам русским не дадут подняться даже, вплотную подвели. Тройной щит поставлен для того, чтобы не дать им подняться, уничтожить здесь на земле. Вот и все. Они окружились со всех сторон, вплотную. Рядом и в Киргизии, и в Грузии. Не надо уже... Ну, если уже в Прибалтике везде все стоят, противоракетные установки, это П-рота, противоракетная система. Ну и что? Так что, это абсолютно бесполезно. Подошли вплотную, но мы же знаем, что должен прийти антихрист, мировая история закончится. События, главное, будут не здесь, а у Израиля. Главное событие. А Россию-то раздолбанят ее в течение одной недели. Больше не будет. А вот говорит о Боге, о русской душе. Русской души нет, во-первых, никакой. Это обман. Если у каждого своя отдельная душа, татарская, русская, не имеет значения. Русская душа, еврейская душа. Теперь Горбачев сказал духовность. Это Горбачевское слово-то. Они даже не знают происхождения. Женщины ходят в брюках. А я скажу, когда? С марта 2001 года, когда это пошло. Они не наблюдательны, не знают этого. А Путин скажет где-то... А вы знаете, что... Вот тогда была это... Джуна. Давидашвили, кажется, ее была. И как она посвящает в масоны, надевает орден на Ельцин. Это в комсомольской правде было. В каком ордене, как состоит Путин, кто из нас знает? За него только можно молиться. Я говорю, что человек с абсолютно искореженной совестью. Системой, в которой он был. Система КГБ. И он сделает только то, что ему Бог позволит. Больше ему не сделают. А что будет там, император, будет помазанник. Нет, ну мы не гадаем, а просто предполагаем. Ведь есть такая возможность. Не надо предполагать. Нам это не надо этим заниматься. Даже пока мы говорили, уже зря потратить время. Под русской душой, русской душой, это подразумевается душа православная, православного человека. Не просто национальности, а подразумевается православие здесь. Да я у православия-то попы не знаю, глаза не видели. Из 719 правил, 413 каждый день нарушаются. Какие правила-то? У них от православия-то пшик, ничего нету. Они нарушают все семь тайн. Семь тайн. И они все их нарушают до одного. При рукоположении не раньше 30 лет. До 98% раньше 30 лет. Они плевали на все эти правила. Геннадий Тихович, а вот по правилам, я с отцом Сергием тоже разговаривал по этой теме. Вот в Библии, там, в левитах, говорится, чтобы священники не стригли головы своей. Вот разве наше священство не знает об этом правиле? Почему оно нарушается? Надо сказать, что оно означало, это правило. Почему оно было, это правило? Для какого времени, для какого народа? А вот у него было сказано, там одежда была какая, этого ничего нету. У церкви Христовой никогда этого не было. Это было дано только для леви на колено. Еще его объяснять. Если они этого не понимают, дальше рассуждать не начнут. Тогда давайте баранов приносите, жертвенникам 12 камней. Это все были образы, образы, которые воплотились во Христе Иисусе, когда спроецировалось полностью на землю. Они даже не знают, что церковь оставила. Что касается внешнего человека, церковь оставила неповрежденное. Что касалось определенного еврейского народа, для них это и осталось. У них песни вот эти вот на висках длинные волосы. Не стередите головы кругом. Это никогда в православии не было. И церковь это разбирала, что из Ветхого Завета относится к Новозавете, а что не относится. Нам зачем думать-то? А где это написано? Новая Скрижаль. Новая Скрижаль. Симеона Солунского. Я же книги на это. А они ничего не хотят делать. Совершенно. Деньги, деньги, деньги. Это интересно. В Америке провели опрос, это я еще в советское время помню. Девчонки давали и спросили, а что главное для девочки? А она ответила. Маникюр весь этот. Все, что там где-то есть. Парфюмерия. И мужчины. Больше ничего не надо. Ты обеспечена. А когда мальчика спросили, он ответил, деньги, деньги, еще раз деньги. Тогда у него все будет. И будет не одна маленькая, а три танки. Надо определенно сказать, для православия что сегодня нужно? Евангелие Христа. То, чего у них нет. А у них не на первом, не на сто первом месте. А так, выйди, прокричал закрыто, проорал диакон. Рев, зев и лупоглазие. Как Репин изобразил диакона и написал рев, зев и лупоглазие. Ну, а дальше спрашивать нечего. Евангелие не знают. Одни предрассудки. Один обман. А по еврейскому вопросу, вот, почему евреи определяют свою нацию по матери, кровь свою по матери определяют? Господь же однозначно сказал, что, да и написано в Ветхом Завете, что он родил, он родил. Там даже не указывает, что она родила. Вопрос-то не ко мне, к евреям. Я не еврей. Их законы я никогда не трактую. Так у них принято. Приняли. Равинат принял это. Синедрион утвердил. И все на этом кончено. Мне зачем это объяснять? В их законы вмешиваться. А почему у мусульман именно в 13 лет обрезания, а не в 8 лет? Так они приняли. Этому конца объяснение не будет. Получается, у меня есть друг еврея, да? Он себя причисляет к евреям. Я говорю, брат, да ты не еврей. Я говорю, у тебя отец белорус, а мать еврейка. Господь нам сказал, что по отцу отец тебя родил, а не мать родила. Я говорю, ты никакой не еврей, ты русский человек. Ну пусть он считает себя евреем. Пусть. Евреям, ну уверуй во Христа. Тебе это немало не поможет. Для Бога наша национальность, креолы мы или кретины, это мало значит. Верю ли я в Бога? А то метисы начинают в каком колене, сколько крови черного-белого. Для Бога это не имеет никакого значения. А надо чистота нации. Какая чистота, когда Христос не имел чистоты нации? У него кто была прабабка у Давыда? Руфь. А кто она? Мавитянка. Чистопородная Мавитянка-то. А вышла за кого она? Ну ты по порядку считай. Вышла там, родила теперь Авида. А от Авида Иисей. А от Иисея уже Давид родился. Вот и все. Мне часто, вы знаете, как люди смотрят на то, что я парализованный человек. И ко мне вот сектанты, многие обращаются, там в письмах пишут и так. И вот они мне говорят почему-то, что Господь хочет, чтобы ты исцеленный был. Почему ты не молишься за исцелением к Богу, не обращаешься. А я вот начинаю им объяснять, что это может быть даже моя такая вот награда от Бога. А они этого не понимают. Почему они не могут понять? Понимаете, вот мы опять повторяем. Сначала Майдан понимает. Они все понимают неправильно. Вот староверы не так. Я не объясняю то, что у них так принято. Пусть они чем-то мотивируют. Нигде. Молитесь за болящих. И об этом мы считаем в послании апостола Иакова. Если кто болен, пусть призовет пресвятеров. Не одного, а несколько пресвятеров. И пусть помолятся над ним, над ним. То есть ты лежишь, а вот на тебя они над ним склоняются. Они так же сегодня соборованы, и там весь храм забитый. Здоровый, крепкий, авансом, чтобы не заболеть-то. И молитва веры исцелить болящего. Если согрешил, проститься. Но непременно так. Нет и непременно. Когда Богу угодно. Ну вот ты помолился, а я выздоровел. А они не знают. И Богу не надо диктовать, надо вставать или не надо. Он знает. Петрова тень исцеляла. И что, все время исцеляла? Мы знаем, бросили Елисеев, воскрес. Но теперь тысячу лет трясут этим Елисеевым телом. Его нет нигде, тело этого. И кто-то воскрес, больше никто не исцелил, не воскрес. Это разовое событие, разовое навсегда. Вот зашел Христос, лежит в горячке, теща Петрова. Подошел и исцелил. Сегодня в больнице сколько болящих-то? Ну зайди и исцели их, лежащие в горячке-то. Зачем Богу-то диктовать? Господи, написано, благодарите за все. И он говорит, по мере увеличения наказания, которое от Бога, даст облегчение. 1 Коринфян 10, 13. Он не даст тебе креста, который ты не можешь понести. Вчера ты его не мог. Это твоя награда, абсолютно правильное понимание. А сектанты знают, ты не молишься. Но я буду молиться еще дальше. Давай конкретно посмотрим. Вот я сейчас буду молиться, вот в данный момент. И ты прям с постели встанешь и поедешь туда в Барнавул. И дальше еще будет с тобой. Мы ничего не видим. Это Бог только знает. Я встретил одного святого, говорю, слепого. И он говорит, я знал одного Иосифа его звать. Приехал в Киево-Печерскую лавру, кажется. Ну я среди всех был там, где-то в храме, видимо. И вот он, говорит, подошел ко мне и говорит. Его фамилия Волчатников, Иван Андреевич. Он слепой. И с детства у него глаз нету, просто яминой, ничего нету. И он говорит, ты очень хочешь видеть этот мир? Он говорит, да. Сегодня, говорит, настал день, когда ты можешь увидеть его. Я получил ответ от Бога. И Бог мне сразу указал. Ты же, видишь, я у двери стоял сзади. Он прям к нему прошел. Ты хочешь быть? И он говорит, да, очень хочу. Но запомни, за этим следует следующее. У тебя веры никакой не будет. Ты поедешь отсюда, уже в Барнавул, совершенно неверующий человек. Ну, а далее будет жизнь такая же. И рассказал, как у твоего соседа пьяницы. Итак, сейчас при всех скажи, хочешь или не хочешь быть? Я, говорит, постоял. У меня такое искушение было, прям не знаю. А я у него печку делал. Я его просто знаю. Я ему давал по Брайлю. Книги доставал, Евангелие. Я, говорит, опустил голову и сказал. Не хочу. Он, говорит, благое счастье Иван избрал сегодня. Бог с тобой добудет. И поезжай домой. И он так стоит. И в храме стоит. Если все стоят, а он только поднимется в землю, поднимется в землю. Он тысячи поклонов делает. Я его лично знаю. Вот так. Это в жизни людей такое бывает. Это искушение, да, испытание веры нашей. А вот сейчас много вот говорят, я чуть ли не каждый день слушаю там об исцелениях, обо всяких. Но я в жизни ни разу не видал исцеления никаких. Вы вообще встречали исцеленных людей? Ну, как сказать, исцеленных на моих глазах, чтобы сейчас я там встал. Что значит исцеленный? Какой? Безногие у него ноги выросли. Да, там что-то такое. Бросил тот... Такого я не видел. Более, ну, низшего ранга такое я видел. У человека боли были какие-то и... Нет, ну, это было да, ран там, к примеру, или что-то такое очисти, очищался человек. Ну, а вот у сектантов-то много вот такого, что исцеление всякие происходит там прям на виду вот и у баптистов, и у пятидесятников. А почему они так радеют прям за исцеление? Да помолись, да тебе Бог исцелит. Они прям верят в это. Верят в это. Видите, каждый случай нельзя проверить. В первую очередь. Теми, которые говорили исцеленные, я встречался с такими людьми. Встречался, когда они болели в более худшей форме. Только всего. И поэтому на это не надо идти. Исцеление от кого, на какой период времени и прочее. При желании это все можно будет рассмотреть. А ты что, сам не желаешь? Как не желать-то? Я живой человек, я это желаю. Ну так вот возьми. У меня даже жена, вот она все время какие-то там, ну, не химические, а свои. Там состав, трава, вот я сейчас простыл, я так ничего и не взял. Там один раз она из овса сделала там настойку, овес, овсянку выпила. Да не надо-то, главное внутренний процесс. Внутренний-то идет процесс. Температуру там гонят. У меня, главное, температуры никогда не бывает. У меня организм какой. Никогда температуры не было. Даже до потери сознания. А температура не поднимается. Для врачей это было просто вообще непонятно. Я лежу, они говорят, сейчас у вас температура будет приниматься. Нет температуры. Они меряют, ходят. Не на долю градуса нигде. У меня мертвый стоит на одном месте. Почему? Не знаю. У меня другой организм. Когда делали операцию на позвоночнике, пришел после... Теперь он профессор, преподает Довженко. И он говорит, там раздваивается, позвоночник, два канала идет. А у вас один. И поэтому нервы все буквально сплющены вот так идут. У меня три грыжи. Ничего. Продолжаю жить. Как Богу угодно. Нужно научиться, главное, не терять дух радости. Павел говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. В скорбях, в болезнях, в немощах, в приближающейся смерти. Я представляю, я был в Чечне, меня захватили. Или был бы на Майдане, там выставили. Я заранее должен приготовиться. Как? Ну, заранее дать завещание, проситься со всеми, и я пошел. А куда ты пошел? Я пошел в Господу. Он меня призывает, как апостол Петр сказал. Я иду умереть. И все на этом. Я знаю, которое настаивает непосредственно... У меня было такое. Было из других стран, просили помолиться. Я молился, они буквально через 10 минут говорили, да вот это невиданное, мы... Вот там, ребенок встал, операция там успешна была. Я ничего не могу сказать ни о себе. Бог сделал, я знать не знаю. Даже сейчас был с мусульманкой, она не хотела фотографироваться, щека вот такая. Идем, дорога, она... Отец Игнатий, у меня зуб-то перестал болеть, и не знает, на какой стороне. Это из-за того, что вы приехали. Я даже об этом не подумал бы. Ну, ей так положено, но только делом. Идем, она непрерывно в глаза заглядывает. И сейчас всем только и говорит, мой учитель приехал, отец приехал, мусульманка, преподаватель Корана, владеющая четырьмя языками, преподаватель в университете и в школах, жена Муллы. И такое ее расположение. А она стала христианкой. Видишь, как у людей хватает. У Бога не в один день семя прорастает. Чтобы Божью Матерь приготовить, потребовалось 5508 лет. И женского рода, чтобы выбрать этот золотой сосуд. А для сектантов она... Что, у ней были дети, она с Иосифом жила и прочее. Поэтому на все их воскресенья, что они обмирали, воскрешали, Серафим Роуз прямо говорит, это пограничное состояние, и тут демоны действуют, как им надо. Так что я не могу отрицать. Сейчас, ну не сейчас вообще, часто называют слово радость, призывают к радости, радоваться. И людям иногда непонятно, а чему радоваться? Непонятно, чему вообще радоваться надо. Так радоваться-то не о нас говорится. Божья Матерь говорит, радуйся преблагословенно. Радуйся, злак Божий, радуйся, лестница небесная. Не нам радуйся-то, хотя к нам вполне может относиться. Вот сейчас, послезавтра, уже прощенное воскресенье будет. И потом будем считать 4 дня канон Андрея Критского. У нас он по-другому напечатан. В 4-3 стадии. Первая, как есть, прошение. Вторая, благодарение. И третья, словословие. И когда мы первый раз помолились так, до того удивительное зрелище было. Кончилось, все зашли в трапезную, домой не хотят уходить. Сидят, поют и поют. Вот какой заряд. А меня теперь спрашивают, так это 1100 лет не менялось, а как вы на это дерзнули? Я не знаю, меня Бог побудил. Я понял, что Андрей Критский, он написал для оглашенных, для покаяния, как 50-й псалом. А нужно, чтобы этот псалом, этот канон, он был и для верующих. Это для этого надо было, где написано, помилуй меня Боже, помилуй меня, только соответствующие там предварительные слова и показать, и вывести на благодарение, а потом на словословие, ангельский круг. А как в московской патриархии относятся к этому изменению правил? А ничего там не изменяется. Какое правило относительно Андрея Критского? Да они никак не относятся, у них его и нет. Они вообще реагируют на то, что у вас. Я не знаю, как они реагируют, потому что из них к нам не приходят, а мы никуда с этим не вылазим, но в интернет выставлено, как мы молимся. А объяснение дается, чем был вызван этот канон. Я спрашиваю недавно, там Архимандрит, я говорю, а чем вызван этот канон? Ну, покаяние. Ну, а чем он вызван-то был? Он понять вопроса даже не может. Я говорю, да ты не знаешь? Скажи, я не знаю. Ну как, это же святой человек Андрей Критский. Да я же тебя не об этом спрашиваю. Какое событие в жизни Андрея было, что он именно начал писать именно вот в этот момент, и отнесенно к Великому посту было? А разве это было? Именно было? Ну, я тебя по-другому спрошу. Псалом 50-й, знаешь, помилуй меня Божью, повелицы и милости твои, да? А чем он вызван был? Предисловие два стиха. Когда? Когда пророк Нафан пришел к Давиду и обличил его за Версавию. Что мужа ее убил, а жену завладел Версавию. Чем вызвано? Избавим я от кровей Божьего, Божье спасение мое. От кровей он кровь пролил, мужа убил. Давид уголовник, два правила, две статьи Уголовного кодекса нарушил. Он дважды повинен смерти был. И поэтому он плакал и сказал, я согрешил Нафану. А дальше сразу написал. Урия хитиянин. Это хитиянин, не израильтянин. И жену-то он отнял. Кто она была такая? По нации-то кто она была? Хитиянка евреям-то не разрешалось выходить. И он ее взял себе. Он сам-то Давид нечестопородный был. Да еще наполовину разбавил. Соломон-то вообще уже был. Как вот царь Николай говорят, я попутно скажу. А Алексей, его наследник, в нем было 1,47% только русской крови. 2% даже не было. Ну двое. Я еврей, а она русская. Ну дети наполовину русские евреи. По 50%. А если рожденный выйдет заново на русского, только 25% остается. Еще один раз остается 12,5%. Если будет выходить. Единственный чистопородный, который был первый царь, первый. Михаил Федорович. Ну дальше Алексей Михайлович. А дальше Петр Первый там перемешал все. Так и здесь. Если мы уверовали во Христа, мы должны теперь только думать, как бы не нарушить этот закон. И вот согласились с этим. Да, это правильно. Да, это Андрей Критский, архиепископ. Он был участник 6-го Вселенского собора. Да вы что, да. Да это не главное. Главное, что он подписал анафему собора 6-му Вселенскому. Анафему и расписался. А когда он понял, Бог его пробудил, ему мозги-то на место поставил, и он теперь стал в покаянии. И покаянный канон вызван был падением, грехопадением. И он его написал к себе. Не для церкви. Я говорю, ты знал это? Нет, не знал. Так почему от вас спрятали-то это? А откуда у вас такие данные? Откуда данные? Биографии его считаете? Вы просто не знаете. От нас все скрывают. Они лгут. Константин, великий, равноапостольный. Апостольный. С чего ради он равноапостольный-то? Он до самой смерти был язычником. Крещение не принимал. И перед смертью только вызвал епископа, и притом еретика, арианина. У царя Константина, императора, ничего не было православного. Но церковь, понимая, что меняется строй, она его канонизирует. Я не сужу, но я говорю, правду-то говорите. И зачем скрывать-то? Это действительно так? Только так. Сегодня все об этом печатают. Надо искать, и Бог будет давать тебе настоящие источники. Равноапостольный князь Владимир, там Ольга. Он полдня не жил по-христиански. Он такой оставался. Но и да, изменился характер. Жен остальных оставил. Пить стал меньше маленько. Ну и что? Равноапостольный. Что быть равноапостольным, надо побывать далеко-далеко с евангельской вестью. Вот это будет труд равноапостольный. От моря до моря. Они ничего не знают. И поэтому попы, они просто колобродят и смотрят, кто бы ни открыл истину. Чего они на меня злобятся? Дьявольской злобой задыхаются. Моя вина какая? А он негативно относится к московской патриархии. Ну и что? Негативно. Почему вы не говорите, что греха московской патриархии? И что она нелегитимная? Она не связанная с патриархом Тихоном никак. Что ее образовали в сентябре 43-го года Сталин и Берия. И вот эта закваска, эта гнилая, ядовитая кровь течет в них. Они везде преследуют нас сейчас в контакте, душат и душат. Два дня не по работам, они у нас заглушат. Они без мирской власти в шагу не могут шагнуть. Самое опасное, что есть сегодня на территории страны, это московская патриархия. Здесь, возможно, патриархия не относится. Понимаете, у вас полно врагов. И помимо московской патриархии, да, возможно, там 3-4 или 5 человек против вас выступили. А патриархия здесь, возможно, не имеет никакого отношения. Имеют. Самое прямое. Где бы мы ни были, где бы мы ни ездили, где ни благовествовали, на пути стоят только православные попы патриархийные. Только. Собирают Евангелие и жгут в церковном дворе. И они тут же, зная, что мы заранее с ними договорились, тут же вызывают милиции. У нас это все снято на диске. И все выставлено в интернете. Ни два, ни три. А из ста может быть один только, который нас знает, и тот не преследует. Все до одного преследуют нас. Вот серьги там, это единица. Малая часть единицы. Ведут положение, на глазах меняется. Вы даже себе представить не можете, сколько сейчас священников на вашу сторону, ваше мнение принимают. Вы себе даже не представляете. Я не представляю, но я говорю о тех, которых знаю, об них я и не говорю. Но они должны дальше продолжать. Вот сейчас, допустим, ко мне вчера звонят. Один, другой там. А они хотят все иметь то, что мы имеем. Я говорю, вы никогда не будете это иметь. Вы освободитесь от страха. Не бойтесь епископа. Не бойтесь никого. Так говорит Господь Бог. Вот за Еремея пойдите. У меня это любимый пророк. Да, они до определенного идут, дальше не идут. А они нас запретят. А ты этого из головы выбрось, запретят. Ты об этом даже не думай. Ты бойся об одном, чтобы Бог тебя не отверг. Он говорит, ну почему Ян Затаус говорил, я никого так не боюсь, как епископов. Ян Затаус бесстрашный. Епископы. Из вас самих восстанут говорящие превратно. Лютые волки. И они вошли. Священники ни один, ни два, ни три уже. Но они, конечно, не хотят себя озвучивать там где-то. А так просто в личке мне пишут. И они, понимаете, они во многом, конечно, во многом и соглашаются с вами, но во многом с вами согласны. Если они в одном не соглашаются, уже мы не в одном направлении идем. А они во многом не соглашаются. Это те, которые зажаты, у кого зарплаты не хватает. На сто процентов даже соглашаются. Они на девяносто девяти. А если где не соглашаются, он должен обличить меня. Согласно Слову Божию во свете Библии. Но этого-то нет ни от одного. Они боятся. А где трусость, там нет Христа. Где Дух Господень, там свобода. Они не свободные рабы. Вот и многие. Из многих-то может быть один. Найдется или нет. Которые... Он уже не в московской патриархии. Они сразу его слопают. Я тебе рассказываю про один случай. У меня был однажды. Я посылаю одному епископу книги. И этого епископа священники хвалят. Это где-то там, в Америке, допустим. Он хороший, хороший. Он не другой, как другие. Другой, дескать. А мои книги передать ему боятся, что он их уничтожит. Даже не читая. Вот и все. Они заранее вынесли приговор. О нем отзывается хорошо. Но и заранее знают, что он книги сожжет. Предполагают. Даже допустить то, что он может это сделать с Евангелем, с Новым Заветом, который у вас... Это ваше определение, не мое. Не надо себя обманывать. А они не со мной. Чтобы пойти со мной вместе, они должны полностью отречься от самих себя. А у них этого нет. Им что-то нравится определенное. И они... Если я у них даже буду, выступаю, есть такие. Они его узнали, свои священники, они ставят сразу перед фактом. Ты помогал Игнатию. И поэтому они тайно где-то что-то делали. Это тайный ученик, это Никодим. Он немногое успеет. Нужно идти, как Иосиф. Он прямо вышел и стал просить тело Христова. Вот это смелое выступление, и Никодима побудило. Игнатий, вы человек такой чистый, вы обманывать не можете. Я могу сказать, что по вам сейчас видно, что в последние полгода ваши взгляды, ваше мнение о священниках изменились очень. По вам видно. Ну дай бог. Я открытый, я готов ответить, помочь. Вот вчера на меня один священник выходит. Ну первый раз. Так он уже и людей собрать готов, и все, где-где. Ну на севере России. Конкретно в Санкт-Петербурге. И при том не в одном этом месте. И даже заграничное. Но они-то может еще не знают, что им будет за это. Я-то должен отвечать на вопросы. Когда зайдут вопросы, я говорю, вы хотите получить ответ? Но я не могу его наполовину только озвучивать. Я должен целиком сказать. Я должен на практике показать то, что я говорю, не расходится с моим делом. То, что я говорю. Вот и все. Игорь Тихович, а вот вернемся давайте к Александру Невскому. Вы считаете, когда он с дружиной, со своей, там, пошел на врага, он тогда еще не был христианином, да? Не был. Не был. Не надо бояться этих слов. Пока люди имеют перед собой какие-то авторитеты, которые во святии Библии показываются как неавторитеты, ничего там от веры нет. Вот начинает. А Сергий Радонежский облагословил пересвета ослябью. Они пошли, они сняли с себя эти рясы там. Сергий Радонежский нужно немедленно было запрещать и предавать анафеме. Весь свет, все кончилось бы. Этого безобразия бы не было. Почему? Правило. Шестое Вселенский Собор, седьмое правило. Там не написано, что это правило действует на всех, а это 630 епископов правило выносили. А на Сергий не будет действовать. Почему? Потому что наша Родина, мы защищали. Почему дальше-то не говорят? Они погибли, во-первых, под анафемой. И это он их подвел туда. И второе. Через 6 лет пришел Тахтамыш и полностью все разрушил. И Сергий бежал, и келью все сожгли его. Почему об этом-то не говорят дальше-то? Что эта битва, эта первая победа была. 360 тысяч войск выступили. А 40 только осталось. Из десятерых 9 погибли на поле брани Куликовым. Да какая же это победа-то? Как бы не запасной полк, который выскочил, вообще победы не могло не быть. И какая это победа? Да более позорного ничего не было. Вот Солженицын об этом говорит. Петр победил шведов. И вот отсюда начались наши беды. Швеция просветает, а мы погибаем. Нам нужно это было. Порт Артур где? В Финляндии где было? Это все в состав российского государства. Польша где была в государстве? И теперь тешились одно наши флаги в Константинополе. Вселенский патриарх. Что там православное? Да ничего не было. Это амбиции мира сего. И чем кончилось? Ничем. Расселось шребо и лопнуло змей. И проглощенное им вывалилось наружу. Это даже уже самый антихрист. Ленин пришел и то понимает. В Финляндии дал свободу. Польшу отпустили. Вот сейчас это уже было при Горбачеве. Там что-то при Путине. Все эти базы на Кубе закрыли во Вьетнаме. Как ругают правители. Нам это надо. Это христиане лопощут языками. Гной изо рта течет. И кровью глаза сочатся. Базы закрыли. Они нужны там. А чтобы нас боялись и уважали. Где вы нашли такое? И они именем Господнем прикрываются. Всякую мерзость. Лишь бы крестик поставили и попа светил. Тамки идите, воюйте, убивайте. В Чечне воюют. В Чечне, которые защищали ее. Рамзана Кадырова спросили. Но вы же боевик. Я был там, где был мой народ. Вот его ответ сегодня. А он нынче герой России. Официально признанный. Награжденный. Где народ был? Они за национальную свободу боролись. Но теперь народ пожелал именно вот так быть. Это с его слов я говорю. Я с народом. И все. Кончилось. У нас ни с народом, ни с Евангелем. Нам не с народом надо быть. А устами народа глаголит истина. Да никогда этого не было. Истинно глаголится Духом Святым. Когда человек освобожден от страха человеческого. Где Дух Господень, там свобода. Если они не свободны, священники боятся. Тайные ученики. Это как у протопопа Аввакума. Когда он вернулся из ссылки, из Даурии его привезли. А воевода Пашков был уже осужден. Уже подстриг он его в монахе. И теперь они тайно ему суют деньги. Везде Ртищев подошел. Он говорит, ну ты сам-то еще не выступаешь. Он говорит, боюсь. Боюсь. Вот эти Ртищевы сегодня везде наполняют. Да, они ко мне расположены. Да, им это нравится. Но дальше они не идут. А что они должны делать? Они должны выйти к народу с Евангелем. В первую очередь принести покаяние, что не учили народ. Священники ничего не могут делать, пока не покаются. А ты видел? Я видел этого. Одновременно два священника вышло. Вышли к народу и стали каяться перед народом. Я свидетель. Но это было, когда мы с ними встречались, беседовали неоднократно. И они вышли к народу. И оба в патриархии продолжают служить сейчас. Я видел это. И они говорят, мы недостойно называться христианами, не то что священниками. И дальше, какое тщеславие, как к нам приближаются бабушки, как отвечают. Как я, он сказал, внутреннее состояние свое погибельное. Вот как было. И они должны были это все перешагнуть. И должны были пострадать. Я когда вернулся, а у меня бороды-то нет, я же в тюрьме, в лагере был. Я сидел дома, как оскверненный, пока борода не отрастет. И меня на дому они посещали. Это все стало известно уполномоченным. А дальше уполномоченный начал закручивать гайки. И что интересно, на Пасху не разрешали звонить. А мой брат, родной Павел, это во Фрунзе, кажется, Вознесенский храм, он по благословению священника зашел туда, закрылся, заперся и стал ночью колотить. Там что было? Там милицию вызвали. А то народу спать не дают. Тогда было, граждане здоровье берегли к ним. Его не могут оттуда достать. А когда достали там на брата, чтобы ноги его в храме не было. Тогда был еще Варфоломей ташкентский. Я видел, как священник крестит, там, Борис Бузмаков. 25 человек. И он покрестил. Это меньше 20 минут у него ушло. Ну, я когда подошел к нему, что, опоздал? Я говорю, нет, я не опоздал, хотел поговорить. Ты что делаешь? Я говорю, ты ни одного слова не сказал, мажет, мажет, а сам в другое место смотрит. И не ребенку руку мажет, а кофточку, которая мать там или крестная держит-то. Он меня кулаком в бок вот так вот откнул. То как будешь жить? Да ладно, поехали в ресторан со мной. Вот и все. Но он против нас никогда не воевал. Но когда его зажали, он на Сибирской уже области был. Он меня нашел и стал показывать себя таким последователем Игнатия Лапкина. Дальше некуда. Даже святее Папы Римского. Игнатий Тихович, а как можно научиться различать голос Духа Божьего в сердце и посторонние? Библия и бесстрашие. Два условия. По Библии. Вот все, что говорят, и ты просишь. И каждый день мы молимся и останавливаемся. Говори, Господи, слушай, трап твой. И мы молча стоим. Что Бог положит на сердце? И потом проверяем по Слову Божию. Я рассказывал, как от Бога узнать. Вот она в Италии уехала, нажила детей, дети неверующие. А теперь она к Богу обратилась. Да еще в зарубежной церкви находится. У Антония Крыло, этого Орлова. У Антония. А он Никита Феоктистович. Я у него был в Лос-Анджелесе, жил у него на квартире. И она теперь решила приехать в Россию. Сама болящая, но активная такая, патриотка прямо. Там и нэнэнэн, и все она под корень. А домой охота. И никого не спрашивает, а меня спрашивает, ехать или не ехать. Я говорю, ты же мне поздно сказала, я еще не молился. Я хочу ответ от Бога получить. Она, я узнала, что вам Бог отвечает. Ну, я не знаю, но я буду молиться. Она через неделю спрашивает. Через месяц, я говорю, ответа никакого нет. На вас ответа просто нет. Я молюсь, я помню. Успокойся. И однажды она только вот так вот вышла и ответил. Я встал на молитву и ответ получил. Я ей сразу дал знать, ответ получен. А какой? Какой? Она думает, я сейчас скажу, собирай вещи, выезжай, и тут тебя ждет трехтомная квартира. Я говорю, место Писания вот такое открылось. Теперь с этим местным Писанием выпиши его, как сейчас помню Иисуса Сярахова, и пойди к твоему батюшке, духовнику, у тебя же есть, ну, конечно. И вот теперь с ним вместе в посте и молитве раскройте этот стих. И вам Бог положит. Все, больше ко мне не обращайся. Я ответ тебе дал. Вот и все. И что? Да она собиралась, а теперь осталась в Италии. Вот и все. У меня ответ очень простой. Я у Бога прошу место Писания показать, а потом отправляю к священнику. Иди, покажи священнику. Без священника я ничего не делаю. Иди. Так он говорит, зачем тебе это надо? А ты не отступай, по неотступности отверзится. Вот и все. Я знаю, что это от Бога. От Бога. А вот сейчас вы едете, это от Бога? Не знаю. Не знаю, но события все складываются так, что идет помощь, люди расположены. А вы уверены, что вам туда надо ехать? Не знаю, не знаю. Я просто молюсь. И поступает оттуда известие, что уже готовимся к встрече. В Англии. Вот все. Я как узнаю это? А ответы, которые поступают? Я каждый день молюсь многократно об этом. И Бог это указывает. Человек, существо такое слабое, немощное. Он даже если услышит призыв Божий, он-то всегда ищет своего. Даже духовник, если что-то посоветует, он пойдет другого духовника искать. Чтобы тот посоветовал, что ли, что-то более такое подходящее по его ситуации. Человек не может полагаться на слово Божие. А как вот научиться вот прямо с закрытыми глазами и слушать Бога? Понял. Никак. Подвести черту, я неверующий. И начинаем с первой строки. Меня спрашивают иногда, а вот вы ведете занятия в разных университетах, в школах, в техникумах, в милиции. А какая у вас программа? А у меня вообще программы нету. Как? Да как? Нет у меня программы вообще. Как? Я каждый день прошу у Бога ответ. Ну, по каким-то книгам. Нет у меня никаких книг. Блаженный афер, филак, толкование. Все. И больше ничего нет. А дальше святое слово Божие. Я ежедневно молюсь, ежедневно прошу Бога. И Господь хранит. Хранит? И вы это уверены. А мне зачем? Плоды показывают. По плодам Господь сказал, узнают. Я вижу, как врагов примеряют. Вот вы сказали, священники. Пусть они не полностью, но уже располагаются. Обстановка помаленьку меняется. И священники даже не могут мне подражать, потому что они с чем-то связаны. Но им все равно на сердце ложиться. Идти надо только вот так. Если пошел, значит идти до конца. Я еще раз напоминаю, что у нас был Гедеон. Крутой митрополит. Докукин, фамилия его. Мы с ним беседовали часами. У него прихожая там где, приемная, полная священников. Там бывает человек 70 священников. И он никого не принимает. Меня сразу провел. Я говорю, там люди ждут, посидят, подождут. Вот как он нуждался. А потом он меня громил и что только не делал. Но уезжая в Тобольске, сказал, 13 лет был в Сибири. Все вы лицемеры. У меня был только один человек, который правду в глаза говорил. Вот и все. И больше мне ничего не надо. Итог подведем. Вот я все хотел, это такой личный вопрос. Не то, что личный, а вот священник на Берсеневке в Москве-то. Откуда вы, я забыл фамилию его, откуда вы с ним знакомы? Отец Кирилл Сахаров? Да. Кирилл Сахаров? Вам как? Первый источник, откуда я об нем узнал? Ну, теперь это его надо спросить. Вот. Это было еще в Даниловом монастыре он был. Тогда только Данилов открыли-то. И я там был. Это где 90-е годы. Перед отъездом в Америку. Он игумен. Он единственный в Москве храм, который не принял ННН. Но перед тем, как не принять, они мне звонили и звонили в Барнаул. Что делать? У него патриарх Алексей неоднократно там служил. Кирилл, Севский, Павел. Но он служит все по-старобрячески. Все. Лестовки, там одеяния. Наполовину там головы открыты, волосы не закрыты. То есть подражает. И он первый, единственный получил грамоту от старобряческого митрополита Корнилия. Он открытый. Более открытого нельзя. Он талантливый. Он писатель настоящий. Сейчас у него книжечка. Володя, сзади. Разреши-ка я возьму, покажу вот это вот воспоминание. Я не знаю, какая она. Третья или четвертая она. Сейчас я посмотрю. Книга вторая. Вот она, я покажу ее. Я не знаю, видно, нет? Вот он. Это он и есть. Ой! Если все-то прочитать его. Вот. Это во второй книге вот он здесь. Это надо посмотреть просто. Это он пишет там про разные страны, где он там был. И что интересно, он тут написал про меня. Вот что интересно, что он написал, я-то не знал, что он напишет-то. Вот я сейчас даже вам прочитаю. Так это только вторая книга. Поближе, подождите, а то у вас это видно плохо. Вот поближе к камере. Вот так вот. Вот я тогда через увеличительное стекло просчитаю. И он начинает, когда писать второе выступление, вторая книга у него вышла, то, ну, тут он все есть. Это вот он стоит. Так, с патриархом рядом. Я не знаю, видно, нет? Вот он пишет. И он там об этом будет говорить. Он пишет. Лапкин Игнатий Тихонович. Основатель православной общежительной общины на Алтае. Какие отзывы на первую книгу были? И он, мои отзывы, которые я дал на первую книгу, воспоминания-то. А ведь это настоящая книга. Это, ну, она маленьким размером. Триста, одна страница. И я ему дал отзыв. Его звонила там Лизавета у него одна. Ну, вы просчитали, просчитали? Я говорю, просчитал. Как он был с группой учеников. Приезжал в лагерь у нас тут был. Жили мы с утра до вечера. Это вот у вас есть для слова Божия нет уз. И там есть на земле Алтайской заголовок. Это его воспоминания. Обязательно поставить надо. И вот я ему теперь ответил на первую его книгу. Дальше в кавычке начинаются мои слова. Считаю почти каждый день по нескольку страниц. Подчеркиваю, сравниваю, беседую с людьми. Книга пошла по рукам. Мнение абсолютно всех до единого. Двоеточие. Книга мертвая, как и ее автор. Это мои отзывы о нем. Но одно то, что он это напечатал, разве не говорит о нем, как о человеке открытом. Он как стеклышко открытый-то. Да ни один папа-то не скажет. Он плохо отзывается, негативно, патриархии. А о нем я пишу, так я писал-то не для книги. А просто дал ответ. Раз они меня просят, звонят, дать ответ на первой книге, я дал ответ на книгу, как я ее рассматриваю. Книга мертвая, как и ее автор. В ней не было встречи на пути в Дамаск. Там не было у него... Так. Там не было у него... Так, роста духовного, рожденного свыше. И там не могут у других от него и от его воспоминаний родиться. И вдруг вчера уже ночью звонит из Москвы его прихожанка Елисавета. Она была с отцом Кириллом из группы детей в июне 1999 года. У нас в лагере Стане. Все они круто церковные, воцерковленные намертво в это трухлявое слово. Как принято произносить эти мертвые слова? Повосорковлять, окормлять в кругу мертвецов. В скобках. Описано это на странице 137-156 в его книге «Воспоминания». Книга первая, в 318 страниц. И эти 19 страниц, которые пишут о нас, перетягивают с лихвой всю книгу, с моей точки зрения. Мы тут уже не один раз обсуждали ее. Она у меня вся испещена сотнями пометок, разными карандашами. И я ее замусолил до такой степени, что на другой день она у нас в руках рассыпалась. И брату Игорю Дубунову пришлось заново ее переплетать, стягивать капроновыми нитками. Многое отец Кирилл недоговаривает. Многое утаил из-за страха иудейского. Но пишет, думаю искренне, у нас только один вопрос. Все время возникал о общем щене его воспоминаний. Он это все умышленно, по заданию ли масонов делает, или искренне верит, что так и должно спасаться. Понятно? Это я написал в письме, а он все опубликовал на массу людей. Так я... Миш, у меня очень неудобно, придется поставлю вот так вот. Тогда мне это будет удобнее так. По заданию ли масонов делает, или искренне верит в то, что так должно спасаться. Я склоняюсь все же больше к тому, что он добрый, по натуре искренний. И пишет, как понимает, совершенно не зная евангельского пути спасения, евангельского труда. А все бы ему богослужение, да позаумнее, постаробрячески надрываясь в стояниях. Эти стояния в виде протестов он успел уже перенести и на площадь. И куда бы он ни ездил, везде ратует за единство церковное. Он против автокефалии украинской церкви. Он и за Сербию, он и за, и за... И за всех, кроме своей бедной души. Конечно, ему не понравится, что дают такой отзыв-то. Но я так вижу. Я ему советую при его воображении еще не умершим представить себя на месте Тимофея с апостолом Павлом. Или хотя бы Епофрасом. Или Акилой. А потом, по прошествиям миссионерских... Я что-то задел, да? Нет, что-то ненормально. Вот теперь. О, еще. Миссионерских трудов. Путешествий. Написать воспоминания. Если бы он ходил с Тимофеем с Павлом-то. И что тогда сойдется с нынешним тленом его воспоминаний? Да ни одного малого шага нет похожего. Отец Кирилл закрутил общину на пятачке Берсеневском, как на крыжовником засохшем поле. И ни трапезы, ни поучения, организованное им, не выведут его паству и его лично, ни на евангельское благовестие, как не выведут уже свидетели от имени Еговы. Не пойдут они, ибо они научены своим пастырем не так, а за миссионерство считают открытие храмов, установление поклонных крестов, долгочасовые литургии. Слово благовестие на Берсеневке не появилось и не вхоже в заунырное и монотонное. У нас же катехизация включает около 500 часов занятий по Библии. И как? Да чтобы такое только напечатать, что о нем сказано было, да найдите мне такого попа. Они только если заметят, хоть одно слово сказал не так, они со страха умирают. Вот он с чем отличается. Когда вы выставили там я в сихаря, где-то я у него, при больнице, где он лежал в это время, там я говорю проповедь. И он опять об этом делает отзывы. Он такие отзывы обо мне делает, докапывается до такого, чего я и сам не знаю про себя. Это его расположение. И мы засняли все, что было у него, много фотографировали. Но он один такой, да, он один такой, другого в Москве нет. И когда они мне звонили по ИНН, что делать? Я им говорю, на вас смотрят многие, держитесь до конца. Ну совсем никак нельзя, закрывать будут, тогда примите. Потому что это не грех. Но вы показываете пример мужества. Это для них было, говорит, укреплением. Вот и все. Я не настаиваю ни на чем. Вот вчера у нас у одной, ну что это говорит, ты знаешь, Юлия с этим, с Игорем, родилась девочка. Она еще в больнице, ее спрашивают, как назвать. Я говорю, и что там? Ну, женские имена реже встречаются. Есть вот такое, есть Фатина. Фатиня. А другое есть, там, надо, чтобы девочка, если на шесть дней, на восемь, можно и за отпитки взять. Но это на десять дней. Ну, можно ли на десять? И там написано Агафья. Ну, я сразу бы сказал, Фатина. Я никогда так не делаю. Я сначала расспрашиваю, а вы как сами смотрите? А кто крестный будет? А крестный настаивает, потеряя Елена Барабаш, жена старосты, завод в школе, чтобы была Фатина. Но она, Фатина, не та, которая у колодца со Христом беседовала, самарянка-то. А другая Фатиня-то, во имя другой. Ну, а как? Ну, а Юля-то, она хотела бы Агафья. Я говорю, Агафья Лыкова, одна осталась, которая живет. Житие Агафьи и прочее. Имя редкое, красивое. У меня двоюродная сестра Агафья. Вот, я не говорю, как. Ну, а все-таки, я говорю, я не молился, Игорь, он мне вчера названивает. И вот он вечером звонит. Ну, как? Ну, я говорю, я помолился. Ну, и как? Так я молился, что вам Бог открыл-то? Ну, так выходит, тогда что это, Агафья? Я об этом молился. Господи, положи им на сердце. Не мне. Они подумали, я скажу, я авторитет, там, тоталитарный волк сейчас, я все за скрижечен. Я так не делаю. Это люди лгут обо мне. Когда ко мне обращаются написать биографию, это, ну, не биографию, а характеристику, я узнаю, кто ему близкий. Родные, близкие, всех обхожу. Бывает человек семь. И всем даю одно и то же задание. Напишите ему характеристику. Тогда все вместе собираю. И теперь дальше уже смотрю, что лично сам знаю. И поэтому ни одной характеристики, которая требовала поправки, не было. Притом спрогнозирование на будущее. Я детям даю, а потом стали обращаться взрослым. Так и здесь. Я дал ответ. Дал. Какое? Какое вам на сердце Бог положил, как этой Ане из Италии? Люди, которые не знают, они про эти случаи даже не знают. У меня была как-то одна. Я говорил уже. Подошла и житья нет. Как муж меня бьет. А сама уже прям старая. И вот требует и то еще. Ну, помолитесь о нем. Ну, я помолюсь. Как звать? Да, Александр. Я помолился. И он через три дня помер. А другая-то у нее не положение-то не лучше. Она пришла. А вот вы помолились. Так вы за моего помолитесь, чтобы помер. Я говорю, что вам духовный киллер какой-то, что ли? Я этого ждал, что ли? Это Иона был, киевский митрополит. Он за кого помолится, тот помер. Я говорю, я молюсь за вас. А получилось так, что умер муж, тоже у ней умер-то. И она вскоре умерла. Так что не обращайтесь ко мне. Так а вы еще просили? Я просил воли Божьей. Да будет воля его. И чтобы ее принять с благодарением. И поэтому поедем и не поедем. Я каждый день молюсь, да будет воля его. Если от тебя нет этого, Господи, поставь преграду. Или брусы набросай на дороге, чтобы не переплыли. Это я просил в прошлом году. И мы проплыли как по воздуху. Вот и все. И что я удивляюсь, Украину, мы в прошлом году вдоль и поперек, по диагонали по ней были. И в Киеве. На год раньше прошли. Когда бы мы были на Востоке, на наводнение в прошлом году, там Хабаровск, везде. Мы прошли на год раньше. Когда приехали, там Крым, там есть где, наводнение было. Они говорят, там сколько погибло людей, там прорвало озеро, хлынуло. Оно на год раньше было. Мы приехали как раз в годовщину. Мы или опаздываем, или для нас как коридор какой-то Бог делает. И поэтому на Украине нам по югу, там где спокойно, где Крым, мы можем там проскочить. А дальше еще Румыния, Болгария, мы ушли. А уже через Чехию, Грецию мы войдем в Шенгенскую зону. Дальше проще. Нам не советуют объезжать море, а идти переплыть в Италию. Но я не знаю, потому что мы теряем некоторые государства, как Хорватия, а не мусульманские. Там очень опасно. Но я с Богом. Что позади нас остался Азербайджан и шесть мусульманских республик, и два раза в Чечне были, это о чем-то говорить должно. Особенно говорят Ингушетия, Осетия северная, Дагестан. Мы там прошли. Прошли, и нам был оказан ангельский прием везде. Вот и все. Владимир Ильич, хотел еще вопрос задать по поводу, опять же, Кирилла Сахарова, батюшки Сахарова. Вот вы сейчас два разочек зачитали такой момент, что он отдавал когда книги людям, и люди говорили ему, что книги мертвые. А отчего они так говорили? Его люди так говорили? Такого не говорили? А откуда так говорили? Кирилл, когда давал книги ваши читать, вот, а люди... Нет, это не он. Это не о нем речь идет. Это не он. У него как раз люди, те, которые стали в очередь, брали книги. Нет, вообще, вот люди... Люди говорят, книги мертвые. А почему они мертвые? Это я автор мертвый. Это говорили наши общины, наши братья и сестры. Игнать Ильич давал его книгу. Понял, все, понял, все. Вы не так не понимали. А так кто говорил-то? Ну, вы сейчас объясняли, что вы своим давали его книгу, и они сказали, что это мертвые. А это его книги, которые первая книга воспоминаний. Его книги считали. Его, которые он написал воспоминания. И я ему дал такой отзыв. А он, нет, он, что ты? И он книги там говорит, и что я скажу про пудель, он печатает их у себя. Нет, он... И он в Берсеневске, кажется, ведомости или что-то, он каждый раз присылает там листа 4, 6 листиков. И на все действия, да? Ну, лично он не редко выходит, а от него, которые люди. Мы у него останавливались, наша ставка у него. А он прям рядом с храмом Христа Спасителя. Прям рядом совсем. Только через канал и рядом. Ну, метров 250. Больше нет. Его люди все расположены. Конечно, это он знает. И главное, другие священники, которые расположены, боятся, чтобы я случайно не стал известен кому-то. А он никого не боится. Из всех в московской патриархии, которых я знаю, самый прочный стоит, это он. Он не боится никого. У него патриарх, и он открыто говорит. Он талантливый. И вот у меня был даже, что я ему рассказывал, на земле алтайской. Зайдите на наш сайт, и там подробности. Я его по животу вот так создал, и что ты такую мамону-то отростил? Он говорит, это аналойщик у меня. И даже это все напечатал. Он искренне открытый. Но я дал отзыв о его первой книге. Закрутил людей на Крыжовниковом засохшем поле-то. И дальше не идет. И он это все напечатал. Одно то, что он напечатал, разве не говорит о нем, какой он есть? Он как ребенок. И что интересно, воспоминания мои, а их воспоминания-то сотни были, они вошли во вторую книгу. Вот и все. Я хочу еще там у вас кое-что посмотреть в компьютере. У вас мне Александр Моресов там написал, что у вас там какие-то эти... Нужно убрать кое-что там. Не надо, не надо это. Там ничего нету. Это у него так ни на одном компьютере не... Нет, будто бы игра поставлена. Это глаза режет. Есть, вы не видели просто. Ну я везде проверял, ее нету, этой игры. Я сам сейчас, она ее есть. Она просто зараза такая, она мелочь, но глаз режет. Ну я проверил со всех сторон, она не выделена нигде. И в играх она не отмещается. Как она, почему видится, я понять не могу. Ну а можно сделать, чтобы совсем ко мне игры не ставили они? Не сделать. Значит, предел возможностей есть. Ну и что, тогда до свидания. До свидания, но я сейчас зайду к вам. Спаси Христос. Сейчас мы отойдем, я в это время вам открываю. Это не надо, я вы... Ну да, наверное, выключаю, все.